В эфире первого карагандинского новости в студии работает Гульнур Жакин. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главном. В Караганде начался ремонт дорог. Совет по делам молодежи обсуждал проблемы трудоустройства молодых специалистов. В Караганде открылся новый ресторан Алтын-Сарай. Раньше ВИЧ-инфекцию выявляли у людей, употребляющих наркотики, но теперь он наблюдается у вполне благополучного населения. Из-за повышения выявления случаев ВИЧ-инфекции по всему Тимирта установят кондоматы. Кондоматы – это одна из мер выработки у населения навыков безопасного сексуального поведения. Более подробно об этом в следующем материале. Ситуация, проблема ВИЧ-инфекции, она остается по-прежнему актуальной в целом и в мировом масштабе, и в Казахстане, и в частности у нас в городе Тимиртау. Город Тимиртау явился первичным очагом ВИЧ-инфекции в Казахстане. Вот наш город уже, скажем, 18-й год столкнулся с этой проблемой. И принимаются различные меры по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции. По данным работников СПИД-центра, на сегодняшний день в Тимиртау проживает порядка 1300 человек с диагнозом ВИЧ. В этом году медики выявили 40 новых случаев, что больше показателя прошлого года. Среди инфицированных – один новорожденный ребенок. Последние годы действительно стал превалирующим путем, основным путем – это половой путь, когда люди заражаются. То есть ВИЧ-инфекция – это болезнь поведения. И в первую очередь, значит, есть два основных пути передачи. Это при инъекционном употреблении или внутривенном употреблении наркотиков и половой путь через насыщенный сексуальный контакт. Такая нестабильная ситуация в городе Металургов заставляет медиков принимать активные меры. В связи с таким положением в городе руководство областного центра по борьбе и профилактике со СПИД обратилось в городской Акимат с предложением установить в Тимиртау аппараты по выдаче презервативов. И, конечно, очень важным направлением является это повышение доступности, как единственной барьерной защитой заражения половым путем – это из презервативов. И это обычная мировая практика. Одним из мер повышения доступности средств защиты презервативов является установка таких специальных автоматов или аппаратов. Первые кондоматы появятся в ночных клубах, молодежных центрах и общежитиях. Средняя стоимость одного аппарата составляет примерно 100 тысяч тенге. Выделят ли чиновники деньги на покупку, пока неизвестно. Ясно одно – использование кондоматов давно зарекомендовавшая себя мировая практика, благодаря которой сотни тысяч людей смогли обезопасить себя от заражения ВИЧ-инфекцией. Факты мошенничества набирают обороты. Уже в этом году департаментом финансовой полиции Карагандинской области возбуждено уголовное дело в отношении лиц, которые в течение шести месяцев выставляли на портале государственных закупок заниженные ценовые предложения. С целью гарантированной победы. Все подробности далее. Койшибаев и Тулеов действовали от имени трех предпринимателей, двое из которых даже не знали об участии в тендере. В течение полугода они проворачивали свои грязные дела в надежде, что за победу в тендере получат крупную сумму денег. И они получали предоплату. Но выполнять обязательства не собирались. После объявления их заявок победителями конкурса Койшибаев и Тулеов, получив предоплату от государственных учреждений предприятий, не выполняли обязательства проведению объемов работ, услуг и товаров. В результате преступных действий последних причинен материальный ущерб 17 государственных предприятий на общую сумму более 11 миллионов тенге. 5 марта в отношении обвиняемых выбрана мера пресечения в виде залога. На сегодняшний день сотрудниками финансовой полиции области ведется следствие. Если вину мошенников докажут, то они понесут свое наказание. Гульнур Жакенко, Эрад Рашитов, Вахтиар Успанов, Первый Карагандинский. Сотрудники областного департамента внутренних дел в рамках акции «Без Узьелем из День Патриотамос» посетили Каркаралинский район. Основной целью данной встречи является воспитание молодежи в духе патриотизма. Мероприятие начали с возложения цветов к братской могиле павших героев. Работа в правоохранительных органах требует большой ответственности, мужества и четкости. Прежде всего, для сотрудников внутренних дел важно безопасность и защита населения. Для нас очень важно, чтобы подрастающее поколение знало своих героев, брали с них пример. Будущее нашего государства зависит от нашей молодежи. Мы постараемся дать им правильное направление. Настоящим примером для подражания является Аслан Серкенов. Самотверженный лейтенант спас людей, которые остались в 40-градусный мороз на трассе в замерзших автомобилях. Своим мужественным поступком он завоевал уважение среди своих коллег. Из-за Бурана 17 машин остались на улице. В автомашинах были 10 подростков. На тот момент для меня главной задачей было вытащить их оттуда и поскорее доставить домой. Сотрудники Департамента внутренних дел области привезли с собой интересную концертную программу. Зрители, жители Каркаралинского района были очень довольны приездом гостей. Заместитель начальника Департамента внутренних дел Карагандинской области Ардак Интыкпаев выступил перед собравшимися. Объединив все силы, мы в будущем добьемся больших успехов. Мы должны прилагать максимум усилий для процветания нашего суверенного государства. Должны трудиться во благо народа. Молодое поколение должно быть истинным патриотом своей страны. Акция, которая прошла на Каркаралинской земле, в дальнейшем продолжится в городах Балхаш и Жизказган. Гульнур Жакин, Айбин Жакан, Бахтярус, Пан, Первый Карагандинский. Впереди небольшая реклама, оставайтесь с нами. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Алюгал, Галвин, Херкюль. Торговая марка Галвин представляет Эконом-серия профиль Галлтек 53 серии Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм Представляет собой качественное и экономичное решение Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль Стандартная система профиль Галвин Профиль Галвин 60 серии Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм Идеально подходит для любого климата и региона Система Стандарт относится к классу А А значит полностью соответствует современным требованиям Качеству оконных и дверных профилей А теперь новинка Серия Эксклюзив Пятикамерный профиль Галвин 70 серии Монтажная ширина 70 мм Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя Значительно повышают тепло и звукоизоляцию Толщина лицевых стенок 3 мм Помимо белого цвета профиль Галвин выпускается в шести цветах Золотой дуб Махагон Мореный дуб Темно-коричневый Орех И серый Но и это еще не все Имеются профили односторонней внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки Все профили торговой марки Галвин и Галтек не содержат свинца И на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам Профиль Галвин Морозостойкий Надежный Прочный Гуманизация казахстанской исполнительной системы и наказания, к сожалению, не всегда приводит к желаемому результату Козыбекбийский районный суд провел судебный процесс в отношении Вадима Бренделя Который до этого был условно осужден Правда, вместо того, чтобы встать на учет и соблюдать закон, он скрывался от контроля Сегодня по данному делу районный суд вынес решение Еще в первом судебном процессе уроженец города Караганды Вадим Брендель Был осужден на 4 года ограничения свободы по статьям 175-178 кража чужого имущества То есть он получил условный срок Все это время осужденный не проходил Нужный контроль и скрывался от правоохранительных органов Молодой человек до ареста официально нигде не работал В завершении нескольких преступлений в отношении Бренделя Было вынесено 4 года ограничения свободы судом Данный осужденный теперь сейчас скрывался от контроля И на учет не встал И сейчас будет вопрос решаться Какое решение будет в отношении его На учете в Казыбек-Бийском районном суде Состоят условно осужденные Лица, привлеченные к общественной работе А также правонарушители Которые получили запрет на занимание определенных должностей Все судебные дела проводятся согласно закону Республики Казахстан В замене нет срока ограничения свободы На лишение свободы В отношении осуждения Вадима Бренделя ждет наказания В виде лишения свободы в исправительной колонии Сроком на 3 года, 6 месяцев и 24 дня В какой колонии юноша будет отбывать наказание Еще неизвестно Вадиму был дан шанс на исправление Но он его не использовал 29 апреля состоялось первое в текущем году заседание Совета по делам молодежи Основными вопросами, обсуждаемыми на заседании Стали вопросы трудоустройства Координации занятости и социальных программ Образования А также вопросы временного трудоустройства Учащейся молодежи в летний период На сегодняшний день 26% населения Карагандинской области Составляет молодежь Одной из проблем является трудоустройство По-прежнему самыми популярными профессиями Являются юридические и экономические специальности А также многие выбирают обучение в медицинских учебных заведениях Но ситуация несколько меняется По словам Мираса Куттебая Сегодня нетрудоустроены 42% молодежи В Караганинской области Молодые люди предпочитают проживать в городах Таких 78% В то же время по программе с дипломом В село трудоустроено почти 2000 человек Заместитель Акима области Бесимбай Жумабеков Подчеркнул, что тем, кто участвует в этой программе Вся материальная помощь должна быть выплачена своевременно Чтобы иметь объективную картину занятости молодежи в области Нужна информация Но она не всегда полноценна Согласно ставим информациям Городов Караганды Валхаша, Жуковская, Нагарожанок, Сартаево, Абайского, 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 Санжурадского, Сахар, Сушецкого района Ненадолжен уровень осуществляет Дональдий мониторный проект оттуда По наличию, вакансии и востребованности По специальному монитору В летний период будут организованы молодежные отряды Работает молодежная практика, которая оказывает помощь в приобретении необходимого опыта Однако на сегодняшний день на одно рабочее место претендует три человека Основная часть предлагаемых молодежи профессий Это профессии слесаря, сантехника, дворника и так далее А куда деваться высокообразованные молодежи? Часть из них самозанята Многие работают на рынках Соответственно, не происходит отчисления в пенсионный фонд Но что будет, когда эти люди доживут до пенсионного возраста И окажется, что у них нет накоплений Нужно обратить внимание на решение этого вопроса Сергей Высокосов, Кайрат Рашидов, Бахтия Руспанов, Первый Карагандинский В Караганде отремонтируют 60 дорог На эти цели из городского бюджета выделено порядка 1 миллиарда тенге Сегодня подрядчики, которые выиграли тендер Начали прокладывать новый асфальт на улице Олимпийская Николай Кровец с подробностями Подрядчик из Караганды выиграл тендер Чтобы начать ремонт проездов в частном секторе города Планируется отремонтировать 12 дорог в шахтерской столице Среди них улица Олимпийская На которой не прокладывался новый асфальт на протяжении 30 лет Эта дорога находится около стадиона Шахтер И на ней всегда большой поток машин Здесь уже асфальт полностью изношен Здесь будет произведен средний ремонт Сейчас сначала идет срезка старого покрытия А потом сверху уже будет новый асфальт Уложен новый асфальт Но мы где-то планируем эти ремонты На Олимпийской закончить в мае месяце Подрядчику еще предстоит сделать ремонт дороги в центре Михайловки И около нового рынка На деньги, которые выделил городской Акимат Все работы будут выполнены до конца сентября текущего года Если, конечно, не подведут погодные условия Дорога здесь будет не такая, как раньше Мы сделаем с уклонами, чтобы здесь вода не стояла Во-первых, которая является первым источником разрушения Ну и мы здесь еще и содержанием занимаемся Эта улица относится к нам И в зимний период, осенний-весенний Для нас будет легче здесь убирать Что ровно асфальт будет, водосток и все такое Колодцы поднятия и лебневок Приятная новость о том, что на улице Олимпийская Приведут в порядок дорогу Обрадовала и местных бизнесменов, которые здесь работают Эта улица имеет социальное значение Тут регулярно проводятся сельскохозяйственные ярмарки И различные культурные мероприятия Вот буквально с прошлого года, когда они выглядели тендер Улица постоянно убирается Вот постоянно мусор был Вот откровенно говоря, мусор был Они постоянно убирают Снег, тут был город снега В этот день вообще снега нет Какое качество будет у отремонтированной дороги На улице Олимпийской Мы увидим через один год Однако не все автолюбители верят в то Что асфальт сохранится на долгие годы Налоги мы платим За что мы платим налоги? По таким дорогам ездить Мы больше вкладываем машины А налоги-то растут А дороги-то растут Качества никакой нет Пускай ремонтировать дорогу Но я знаю, что здесь отремонтировать Ее хватит буквально на год Потому что качества нет Никто не смотрит за этим, за качеством, за всем Всего в 2014 году планируется отремонтировать 60 городских дорог Которые соединяют основные магистрали с улицы Гоголя Проспектом Бухар-Жрау и с проспектом Сакена-Сифулина На это из местного бюджета выделено около 950 миллионов тенге Николай Кровец, Алжас Габасов, Бахтиар Успанов, Первый Карагандинский Информация относительно дорог на праздничные дни 1 мая улица Бухар-Жрау будет перекрыта с 10.30 до 12 часов от стадиона «Шахтер» до торгового дома «Абзал» Приглашаем принять участие в праздничном шествии, посвященном Дню Единства народа Казахстана Сбор 1 мая в 10 часов 30 минут возле Карагандинского политехнического колледжа После чего в 12.00 на набережной Центрального парка состоится театрализованное шоу С участием этнокультурных объединений, творческих коллективов и звезд зарубежной и отечественной эстрады 2 мая центр города тоже будет недоступен для автомобильного транспорта до 12 часов дня Будет проходить традиционная легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Индустриальная Караганда» Ко Дню Единства всегда проводятся праздничные мероприятия, на которых можно показать яркость и самобытность народов, проживающих в республике Ведь Казахстан – многонациональное государство Сотрудники клиники «Гиппократ» организовали свой весенний праздник Казахстан – многонациональное государство, в нем проживает более 130 национальностей Сотрудники медицинского центра «Гиппократ» отметили праздник с большим размахом Цель мероприятия, чтобы, во-первых, нужно поделиться, какая культура у каждой национальности, чтобы мы это узнали Второй момент – это то, чтобы как-то людей сплотить, потому что, вы знаете, на этапе подготовления, месяц мы готовились к этому празднику У многих проснулось такое творчество, люди готовят, люди наряжаются, люди песни разучивают То есть, вы знаете, очень такой хороший какой-то внутренний потенциал Все подразделения клиники вытягивали жребия и выбирали, какую нацию будут представлять Эстонцы, уйгуры, белорусы, татары и многие другие В клинике работают представители практически всех основных национальностей, проживающих в Казахстане Каждая нация представляла свои традиции – яркие костюмы, вкусные блюда и мастерство национального искусства Мы представляем Белоруссию У нас кухня разнообразная, самая распространенная – это наша картошка и все блюда из картошки Это наши драники знаменитые со сметаной, это колдуны наши, это грибочки, соленья Какой же праздник без танцев? Песен на разных языках, конкурсы и даже играли на различных инструментах Пели известные песни на авторском языке Торжественное мероприятие завершилось праздничным концертом Который подготовили сами сотрудники Жезераб Драимова, Габидин Крушпек, Бахтар Роспанов, Первый Карагандинский И еще об одном В шахтерской столице открылся новый ресторан – Алтын-Сарай Что в переводе с казахского языка означает «Золотой дворец» На вечер открытия были приглашены звезды казахстанской эстрады Гостей удивляли и шикарный интерьер, и повара высшего уровня Блюда разных кухонь и зажигательная атмосфера На открытие Золотого дворца побывала и наша съемочная группа На юго-востоке города открылся новый ресторан – Алтын-Сарай Который всегда готов удивить своих гостей В меню оригинальное блюдо европейской кухни Эксклюзивные банкетные предложения И самое главное – богатый ассортимент напитков в баре К услугам гостей предоставлен уютный зал С трансляцией с помощью веб-камер всего происходящего на проекционные экраны Ресторан идеален для веселых компаний и совместных семейных выходов На вечере у нас сейчас концертная программа Наши гости Затвек Копушнула, Кешу Тоба, Ернур Айдар Знаменитые звезды И гости, уважаемые наши карагандинские люди нашли В отделке использованы материалы от ведущих зарубежных дизайнеров Кирпич из натуральной длины, формированный вручную В первую очередь в глаза бросается светлый, свежий и приятный интерьер ресторана Вежливый обслуживающий персонал Несмотря на то, что ресторан только открылся, атмосфера для множества посетителей была зажигательной Ведь на вечер были приглашены звезды казахстанской эстрады Приглашенные на открытие гости дали отличную оценку ресторана Мы открываем наш алтый сарай Ко дню 9 мая нашего День Победы Для этого открываем Приглашаем всех карагандинцев Приходите, пожалуйста, в наш Золотой дворец Всегда рады будем Всегда дверь наша открыта вам В Тойхане имеются два банкетных зала для различного рода мероприятия От небольшого бессы к той, куда лодка с зооту До грандиозных мероприятий В Золотом дворце всегда рады видеть гостей Жизера Дреймова, Олжаскопаза Бахтяроспанов, Первый Карагандинский О новостях на сегодня все Спасибо, что были с нами Приятных вам выходных Аман Сау Волгстар Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин